Копечка подошла. Хорошенькая. Также как в прошлый раз прям вялые-вялые. Тяжело сотрять крыльку. Хорошая, хорошая, смотри, упалась. Клюет редко вялая, но только крупная. Прям, знаешь, подошла, я прям вижу, как она чуть-чуть берет ее. Такие микро-микро движения какие-то. Потом босс. Прям еле успел. Я как бы знал, что она уже тут стоит. Не знал бы, наверное, подсох. Всем здравия. Вы находитесь на канале Братьев Приходько. Сидим вот сегодня на курье в очередной раз. Стараемся поймать рыбу. Ловим чуть-чуть. Но очень сегодня плохо берет. Поклевки разовые, вялые. Ну что характерно, клюет в основном крупная. Вот одна вот не крупная, остальные все хорошие. Попались. Мало пока рыбы. Вот она. Пока с вами разговаривал. Вот еще одна попалась. Опять крупненькая. Может быть, в принципе, еще пока рановато. Но в последние дни отмечается не очень хорошая рыбалка. Ну, не у нас, конечно. У нас, в принципе, клюет неплохо. Но вот сегодня прям совсем осторожничает. Леня сидит в пяти метрах или в шести от нас вообще без поклевок. Вот у нас, по крайней мере, клюет. Помогает прикормочка. Наша любимая. И у нас три вида насадки. Средняя поплавочная стоит на тесто. Это стоит на бутерброд. Удочка вот эта вот. Это один опарыш и червячок. А здесь, по-моему, червячок стоит. Но не короткий, а длинный. Вот такое разнообразие. И вот она нет-нет. То тут бякнет, то тут бякнет. Как-то так плюет сегодня очень вяло. Но ничего страшного. Я думаю, в течение дня мы все равно наловим свои килограмм пять рыбы. Если нет, то что в один из пойдем бурить лунки, в окуни искать. Рыбачим на двух с половиной метрах. Глубинная поклевка сейчас опять вот подошла, опять стукнула и все, повтора нету. Пока беседу, как говорится, поклевки мимо меня проходят. Так, ветер восточный, где-то 20 градусов мороза. К вечеру будет меняться на западный ветер и будет похолодание. Ох ты смотри, вот опять вроде бы успел, а рыбы нет. Очень осторожно берет. Вроде бы все. Посидим, половим, дальше видно будет. Так, ты посмотри. Опа! Один из трех есть. Нужно сидеть постоянно на чеку, иначе вообще ничего не поймаешь. Вот поэтому люди и говорят, что слабо клюет. Видать, немножко не вовремя успевают плюбу поймать. Подсечь нам. Отреагировать. Но она клюет, тем не менее. Хороший пень. Ох ты какой! А, ты не подъездок? Это не подъездок. Это сорога хорошая. Прям крупная сорога. Такое ощущение прям, ух, рыба. Давай, ух, рыба. Хе-хе, тут не крупная. Солидно, как дела. Эх, тут как-то ничего себе подбросило. Стайка, стайка у нас процентов. Эх ты, блин. Есть. Опять хорошая. Субарю взяла. Первая сегодня рыбка. В смысле, первая плотва, которая взяла. Блин. Субарю. Такое ощущение, что она подходит и нюхает ее просто. Какая-то приманка. Ти-ти-ти и все. Первый раз, когда увидел эти микро-тычки какие-то. Непонятно. Непонятно, что там она делает с ней. Вот это вот сейчас поймал. Нанюхаю. Правда, сопляка поймал. Который сейчас пойдет. За бабушкой. За бабушкой. А, ничего себе, сопляк. Сожрал червя. Ну, надо же расти. Как-то расти же надо в этом мире вырасти. Да, интересно. О! Третий пакут взял. Да блин, задолбала она у меня, честно. Подойдет пип-пип-пип-пип. Когда и даже тесто не тронутое. Она что вообще клюет? На что? На узелке на леске, наверное. Да вот я уже думал, что у меня поводок оторвался с ней. Может быть. Ее и хватает эту штучку. Иногда. Эти. Червяк весь растрепанный. Ох ты! Да, насвежат сразу берет. Я уже давно заметил. Ох, ох, ох! 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 Ох. Ох! 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 Ох, ох! «Свежий червяк» работает всегда на ура! не хочет клевать. Свежечка ора, чтоб кончик дергался. Сразу кто-нибудь голодный находится рядом. Что-то мне не нравится тесто вообще. Смотри, она его почти игнорирует. Редко-редко берет. Она стоит и тупо не берет. В какой-то момент почему-то берет, потом опять вот это тик-тип, она вот тут стоит, по-любому. Может корм жрет. Не знаю, но она очень неактивная. Прям сонная тетеря. До корм сделал, пошла. Не плохая. Еще и какая попалась. Здоровучая. Сегодня будем эксперимент проводить. В общем, вычитали в одних старых книгах, скажем так, способ приманивания рыбы. Этот способ приманивания на вот музыкальный инструмент, который у меня в руках. Это варган. Он же у нас еще называется хумус. Сейчас попробуем подобрать звуки и посмотрим на реакцию рыбы. Не клюет уже, ну не знаю, минут 20-30 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Музыку органа решили послушать... Вот не только подошли ерши... Прямо сорожено... Ух ты, вылетел, видал... Вот так вот. И ерши подошли, и плотва, и окна. Послушать музыку варгана. Главное, воду не утопить. Доиграю сейчас с теми поклёвками. О, есть. Куда, куда, куда. Собралась. Тишина, говоришь. Ща наиграем что-нибудь ещё. Сразу. Я нашёл вид прикормки новой. Ловим на хумус. Ловим на хумус. Что гонилось от меня? Эксперимент удался. Варган подманивает рыбу. Причём, даже ерши подошли днём. Ну, везде не играть, конечно, невозможно. Надо ловить. Ну так, будем время от времени применять данную прикормку. Пир на весь мир. Герба не стоит. Да взять не может нифига. Тяни, 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 мою тяни. О, там ещё. Ха-ха. На две удочки. Через одну лунку получилось достать рыбу. Вот это да. Лайк за удачу. Ух ты. Пусть оторвалась резко. Пусть оторвалась резко. Ну, такая осороженая-то неплохая попалась. Резко дёрнул и снасть оторвалась. Как сказать, не ловится ничего. На удочку поставил, да, и настоящего сделала хорошо. Моментально. Ну, я говорил, она сегодня не очень игру любит. Вот это мутант ерш попался. О, какая погода. Засыпает нас снегом опять. Птички поют. Мы полетели. Пойду к Глене схожу. Всем привет! Что у тебя как сегодня? Как? Как? Я не знаю, она спит, я сплю. Спички есть, я ставлю в глаза вот так. Нормально было. Ну, помогает. Я так тоже делал иногда, когда не клюет. Я тебе говорю. Что поймала хоть вообще что? Ты, 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 ты. Не знаю килограмма два, да? А, да и тоже крупная, да? Да, хорошая. Нормальная. Такие были. Там пару таких ребят прилетело. А я тоже сегодня уже штуки три поймал. Мы прям сооружены такие прям уж прям. А так вообще сегодня я такого дня в первый раз. Как вот реальное глухозимье. Я думаю, наверное, на печоре кто сидит. Так вообще наверно там. Да, ты просто сегодня рыбалку перепутал. Да? Он, видите, телескопичку с собой взял. А, да. Что-то я, да. Что-то забыл, наверное, что сегодня зима уже. С утра я не клевала. Я там на дне как взбодрил. Они думают, что за палку нам принесли. Ну-ка давай такой. Потянул, потянул. Что-то. Не, не, не. Это не тянет. А что она у тебя поплыла? Да она любит. Она за что я? Ну вот. Вот видишь. Это вот на червя так вот клюет. На тесто прям приподнимает. Ну так мало-мало так. Он так тык-тык-тык, потом чуть-чуть пик наверх тогда только. Ну я мало на тесто поймал. В основном на червя ловим. Видишь, она, видимо, стоит вот на вашей линии. А потом, если начинает гулять, то вот он доход. Мы прямо на слоне сидим. У меня в одной лунке глубина отличается на 40 сантиметров. Другой. Вот левая меньше, а правая... Вот и я вот я сижу и думаю, что в следующий раз я просто туда уйду. Чтобы с вами на одной линии быть. И еще видишь сегодня вообще, вот как сорвалось все. И сидишь, и жди. Они разбежались. Я просто сейчас... Она тоже, я заметил, сходы и все. И потом тишина. И тишина. И жди, пока она соберется вся. Короче, сегодня день удался, я чувствую. Да, еще время-то есть. Что-то еще половим. Половим, конечно. Уже с уловом, так что нормально. Что в глухозимку-то? О, есть? Ну-ка, смотрите. О, поймал. Мега-платвище. Ну пойдет. Да пойдет. На бесклевый ирак рыба. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дат來說, нужно Виталику, соседу... Там, кошка же такая мелкая. Надо ее кормить. Ха-ха-ха-хе-хе-хе. А то она даже морковь видео и ест. Морковь? Морковь ест. Ничего себе! Котейка ест морковь. Главном каша лежит не ест. Морковку пек. У нас зупик-бананы ест. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, вот меня тоже, правда, собака! Ну, блин, от бананов за уши не это тянешь. Что я вам хотел показать! Вчера здесь был типичный дебилопитек. Кто такой дебилопитек? Это человек, замескорывавшийся под рыбака. Вот что он после себя оставил. Он думал, что снегом все заметет и ничего видно не будет. Но мы это все уберем. Вот смотрите. Конфетку поел, покурил, дозетку почитал, наверное. Вот такой дебилопитек питался куриным супом и конфетами. Оставил тут все, что только можно было оставить. Придется убирать. Но уберем, не проблема. Дебилопитек питался куриным супом. Вот тут все. Вот этот супик. Придется уберем, что я не знаю. Придется убраем. Придется уберем. Помогите, что это все. Курики в гороскопе. все это было бы в воде по весне это мы отвезем домой так что еще хотел дорогие рыболовы в частности мужской пол который мужики парень поздравляем вас с 23 февраля с днем защитника отечества всех вам благ побольше сил здоровья ну и успехов во всех каких-то начинаний делах завтра будет праздник мы завтра сюда не поедем вот представляю сколько завтра будет здесь народу и сколько тут будет мусора мы приедем скорее всего 24 февраля посмотрим что будет происходить после праздника в основном у нас конечно хорошие рыбаки мало чего остается кто бросает мусор вот как-то мы тут были показывали очень много было палаток и на удивление никто не оставил мусора все молодцы но нет нет приезжают вот целый пакет как говорится отходов жизнедеятельности после себя оставили и делайте ребята так это наши водоемы все это в воду попадает мы потом ловим эту рыбу и вы ее ловите кто бросает этот мусор всякие частички в рыбе потом мы кушаем ее и попадает это все в нас благо у нас население не так много не такая плотность бывал я в разных районах и увидел что там происходит это кошмар я не знаю там еще едят ее быдлом быть не модно что ребят закончился еще один день улов сегодня немножко поменьше чем обычно еще раз поздравляю всех с праздником и всем привет всем счастливо всем пока всех с праздником до свидания до новых встреч сериал не заканчивается под водой тишина над водой яркий свет под водой